Привет! Как дела? В прошлом году, зная о том, что я жила и училась в Лондоне, ко мне в гости пришла соседка и сказала, что едет в Лондон на три дня. И попросила меня составить ей маршрут так, чтобы она за три дня смогла увидеть весь Лондон. И сегодня я расскажу о том, как по максимуму посмотреть Лондон за три дня бесплатно. Итак, изучение Лондона лучше всего начать с центра города. И самой главной достопримечательностью Лондона считается Биг Бен. Я рекомендую приехать на станцию Вестминстер, и вы сразу же можете выйти и посмотреть на эту знаменитую достопримечательность, которая стоит на берегу Темзы. И лучшие кадры с видом на Биг Бен можно сделать с середины Вестминстерского моста. Также на Темзе для вас открывается вид на знаменитое лондонское колесо обозрения. Но туда я не рекомендую ходить в первый свой приезд, чтобы посмотреть на Лондон с высоты птичьего полета. Так как там всегда огромные очереди, и билет на этот аттракцион стоит дорого, честно не знаю сколько в этом году, но это развлечение вам обойдется в районе 30-40 фунтов. Поэтому лучше это оставить на другой раз, когда у вас будет побольше времени, а не три дня. И с чувством, с толком, с расстановкой можно будет прокатиться один круг на лондонском колесе обозрения. Ну а позже я расскажу вам, как увидеть Лондон с высоты птичьего полета абсолютно бесплатно. После этого у Бекингемского дворца вы можете увидеть смену караула вот этих вот королевских гвардейцев, которая проходит каждый день с апреля по август в 11.30 утра. В остальные дни караул меняется через день, поэтому если вы едете после августа и до апреля, стоит узнать, в какие дни проходит смена караула и подъехать тогда именно в тот день, когда это мероприятие запланировано. Так как посмотреть на смену караула приезжает огромное количество туристов, туда стоит прийти заранее за час, за полчаса, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Поэтому если вы начнете поездку с Биг Бена, приезжайте туда в 9-10 утра. И так как Букингемский дворец находится недалеко от Биг Бена, идти туда около получаса максимум, если вы знаете маршрут, то вы можете быстренько добраться и посмотреть смену караула. После этого я рекомендую пройти по знаменитой улице Дэмол, которая является главной дорогой к Букингемскому дворцу. И на другом конце улицы вы увидите такую аркаду, за которой для вас откроется вид на Трафальгарскую площадь. Трафальгарская площадь считается центром британской столицы. Прогулявшись по Трафальгарской площади, посмотрев на колонну Нельсона и Львов, которые ее окружают, вы можете посетить национальную картинную галерею, вход в которую бесплатный. После этого во второй половине дня я рекомендую пройтись по таким улицам, как Пикадилли, Риджин-стрит и Оксфорд-стрит. Это районы шоппинга. Вы можете посмотреть достопримечательности на Пикадилли-сёкс. Это такое кольцо, которое соединяет как раз-таки Пикадилли-стрит, Риджин-стрит и другие улочки, и на которой находится вот этот вот знаменитый экран ТДК, Сони, колы и так далее. А также там находится статуя, фонтан, ангел. Затем вам стоит повернуть на Риджин-стрит и уже дойти до перекрестка с Оксфорд-стрит, а там прогуляться в сторону гайд-парка. Это шоппинг-улица, там можете погулять по магазинчикам, присмотреть какие-то сувениры. Чаще всего туристы посещают Примарк. Это магазин дешевой одежды, а также там вы можете найти лондонские сувениры по дешевке. О том, какие сувениры существуют в Примарке, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И уже к концу дня вы наверняка устанете, и лучше уже поехать домой в отель или в хостел, куда вы поселились, и отдохнуть, так как на следующий день вас ждет также очень напряженная программа в лондонском Сити. Второй день я рекомендую начать с Тейт-музея. Он находится на южном берегу Темзы, ближайшая станция метро Савок. Но вы можете доехать до собора Святого Павла и перейти через Темзу по знаменитому мосту под названием Миллениум. Прогуляться по музею современного искусства можно абсолютно бесплатно. После чего стоит дойти до Тауэрского моста, пофотографироваться на его фоне. На другом берегу вы увидите знаменитую тюрьму под названием Тауэр. Вы можете прогуляться по Тауэрскому мосту, пересечь его и выйдите прямо к Тауэру. В Тауэр также не рекомендую ходить, потому что там и очереди, и стоит дорого. Даже я там еще никогда не была, прожив 8,5 лет в Лондоне. После этого ваш маршрут может пролегать через лондонские Сити в один из последних небоскребов под названием Волки-Толки, о котором я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Именно там, на крыше этого небоскреба, вы можете насладиться шикарными видами Лондона с высоты птичьего полета. Но не забудьте за месяц до этого или хотя бы за три недели до вашей поездки забронировать туда бесплатный билет. Посетив сады на крыше и насладившись видами лондонского Сити и вообще всей британской столицы, вы можете направиться в Британский музей. Британский музей – это историко-археологический музей Британской империи. Он является одним из крупнейших музеев мира, вторым по посещаемости после Лувра, и там находится огромное количество артефактов всех стран, которые когда-либо принадлежали Британской империи. После этого музея вы можете дойти до Блашиного рынка, который находится в Ковенгадене, прогуляться по рынку, а также насладиться искусством и творчеством уличных артистов. И фокусы, и песни, и пляски, все что угодно вы можете найти на площади Ковенгадена. Но не забудьте придерживать свой кошелек. Именно в таких местах промышляют карманные воры. Затем вы можете по улочке Дестран направиться в центр города и опять выйти на Трафальгарскую площадь, полюбоваться вечерними видами Лондона, на берегу Темзы или того же самого Биг Бена. Третий день я рекомендую начать в районе Кенсингтона. Именно этот район считается районом трех музеев, который обязательный к посещению для туристов, которые впервые приезжают в Лондон. Все три музея находятся близко друг от друга и вход в них бесплатный. Единственное, что во многих музеях проходят платные выставки. Туда просто не пустят, попросят предъявить билет. Если вас не интересует именно эта выставка, вы можете ее пропустить. Но если конкретно эта тема вас интересует, вам тогда придется купить билет и пройти на эту выставку платно. В музее Виктории и Альберт, это мой любимый музей, назван по именам знаменитой королевы Виктории и ее мужа Альберта, находится огромная коллекция артефактов, связанных с британской историей. Это и мода, и посуда, и интерьер, и скульптуры, и картинная галерея, и музыкальные инструменты. Все, что угодно там собрано, и в этом музее, будьте осторожны, можно ходить целый день. Распределите свое время так, чтобы вам хватило еще на два музея, ну и чтобы еще потом прогуляться по городу. Поэтому на этот музей я не рекомендую тратить более двух часов, но посмотреть там реально есть что. Музей естествознания находится напротив музея Виктории и Альберта. Там, когда вы входите в фойе, вы сразу увидите огромный скелет динозавра. Это основная из достопримечательностей этого музея. В принципе, коллекция музея показывает и рассказывает все о естествознании. Этот музей чаще всего посещают с детьми, но в принципе, даже взрослому человеку будет интересно пробежаться по нему и посмотреть не только природные артефакты, но также и архитектуру, как снаружи, так и изнутри. И следующий музей, который находится близко к музею естествознания, называется музей науки. Здесь на нескольких этажах собрано огромное количество кораблей, паровозов, самолетов, машин и различных технических конструкций, которые будут интересны больше мужчинам, нежели женщинам. Но все равно также можно пробежаться по всем этажам и посмотреть, что нынче представляет музей науки и техники в Лондоне. Еще раз напоминаю, все три музея бесплатные. Единственное, что если это будут каникулы, то там придется стоять очереди. Музеи очень популярны не только среди туристов, но и среди местных жителей. Поэтому, если вы увидите очередь, лучше в те музеи, которые вас не интересуют, не ходить. Посетите как-нибудь в другой раз. Ну а так, еще рядом с этими музеями, которые находятся в районе Кентингтон, вы можете пройти вокруг и посмотреть знаменитый театр Ройл Альберт Холл. Это один из крупнейших концертных залов британской столицы, где проходят различные мероприятия, в том числе и королевские. На противоположной стороне от Альберт Холла вы увидите зеленый парк. Это Кентингтонские сады, где, кстати, находится Кентингтонский дворец, где живут нынешние герцоги кембриджские. Также там есть доступные комнаты Кентингтонского дворца, которые открыты на вход для публики, но они платные. Если вас интересует королевская семья и Кентингтонский дворец, рекомендую посетить это крыло Кентингтонского дворца, посмотреть какие-то королевские экспонаты. Я там, кстати, тоже еще не была. Билеты туда просто стоят очень дорого, и так как я была студентом, 20 фунтов за несколько комнат мне было тяжело платить, поэтому я туда не ходила. Я видела огромное количество королевских экспонатов за бесплатно в различных музеях разных городов Великобритании. Поэтому я считаю, что очередная выставка за 20-30 фунтов для меня будет не нова. Ну, а если вы ничего не видели и не знаете о королевской семье, добро пожаловать в Кентингтонский дворец. Ну, а также и Букингемский дворец, но это все уже будет платно. Кентингтонские сады находятся через дорогу от знаменитого на весь мир самого большого в Европе парка под названием Гайд Парк. Там находится озеро под названием Серпентарий, вокруг которого вы можете прогуляться. Кроме того, в этом озере летом даже можно купаться. Если кому-то интересно, как выглядит пляж в Гайд Парке, смотрите в этом ролике, я уже о нем рассказывала. Ну и под конец вашего третьего дня я рекомендую дойти до Marble Arch, то есть дом раморной арки, откуда опять же-таки начинается Oxford Street, где вы можете напоследок что-либо купить на этой знаменитой шоппинг-улице. Вот такая вот может сложиться у вас насыщенная поездка. Всего за три дня вы можете по максимуму разглядеть и узнать Лондон бесплатно. Ну, а какие еще достопримечательности и мероприятия можно посещать в Лондоне в ваши будущие поездки, смотрите на моем канале. Я уже много о чем вам рассказывала и еще буду рассказывать очень скоро. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!